Первое место. Романов Семен Романович. Республика Татарстан. Семен Романов, ученый Казанского федерального университета, до последней секунды не мог поверить, что его научный проект победил. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» Семен уже принимал участие. Но тогда исследование так и не дошло до финала. Теперь, спустя год, среди порядка 100 тысяч научных проектов, эксперты дали наивысшую оценку именно его работе. Ученый занимается разработкой эффективных нетоксичных противомикробных композиций для ветеринарии. Об одном таком составе мы уже рассказывали вам ранее. Команда ученых Казанского университета разработала уникальный зоошампунь. Сейчас они работают над новыми проектами, которые будут полезны не только для животных, но и для людей. Мы традиционно ведем синтез биологически активных соединений, которые эффективны в отношении патогенных, условно-патогенных бактерий и грибков. Например, кандида альбиканс, которая вызывает молочницу. И стараемся параллельно разрабатывать уже финальные рецептуры фармацевтических композиций. Например, конкретно сейчас совместно с Галкиной Ириной Васильевной, профессор нашей кафедры, мы подготовили заявку на патент по пропитке для ран, для раневых повязок. Как утверждают ученые, таким раствором можно пропитать все, что угодно. К примеру, предметы одежды, пластырь или повязку. Но в рамках текущего проекта команда остановилась на последнем. Эти раневые повязки будут пропитываться нашим веществом активным и, соответственно, будут обладать дезинфицирующей активностью. То есть, в принципе, в полевых условиях можно наложить эту повязку, она будет рану обеззараживать. Итоговый продукт при выходе на рынок может опередить своих российских и зарубежных конкурентов. Область его применения не ограничена. Такая повязка пригодится как в быту, так и в специализированных учреждениях. Я познакомился с одним бизнес-консультантом из Индии. Он мне предложил, что когда ваш проект будет в финальных стадиях, то можно попробовать попытаться запустить что-то уже и в Индии. Потому что сейчас его как раз-таки привлекли к сотрудничеству для реализации разработанных продуктов в нашей стране на территории Индии. Сейчас Семен подал заявку на молодежный конкурс Российского научного фонда. О результатах говорить рано. Их объявят в начале июля. Несмотря на победу в прошлом конкурсе, Семен не расслабляется. В России много талантливых ученых. Он, несомненно, входит в их число. Но всегда есть простор для роста и развития. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатулин, Универньюс.